Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день! Меня зовут священник Григорий Геронимус. Мы записываем это видео для библейского портала экзегет. И сегодня мы читаем третью макавейскую книгу, первую главу. Читаем в замечательном переводе под редакцией Брагинской и Шмайна-Великановой. Третья макавейская книга в православной Библии как бы примыкает к первым двум макавейским книгам, но на самом деле достаточно сильно отличается по содержанию от этих первых двух книг. Первые две книги — это рассказ о том, как Израиль под водительством братьев Маковеев, прежде всего Иуда Маковея, сопротивлялся религиозным гонениям, осуществляемым представителем Селепкидской империи. В третьей макавейской книге, собственно, Маковеев нету. Нету ни Иуды Маковея, ни его братьев. Рассказывается там о тех гонениях, которые были еще немножко раньше и носили другой характер. Это были гонения на евреев, проживающих в Египте. Общая тема близка. Маленький, но сильный своей верой народ отказывается подчиняться языческим правителям, отказывается предать свою веру, свои законы, Божий закон, своего Бога, подчинившись каким-то требованиям языческих правителей. И вроде бы слабый, оказывается более сильным, потому что Бог защищает этого более слабого. И вот именно эта тема, очень близкая к теме первых двух макавейских книг, она, может быть, и является причиной того, что и эта книга тоже названа третьей макавейской. Третья макавейская книга повествует о событиях, которые были во второй половине третьего века до нашей эры, то есть немножко раньше, чем, собственно, жизнь братьев Маковеев. Написана эта книга спустя примерно сто лет после самих событий, в конце второго века. Кто автор этой книги, мы точно не знаем. Знаем, что писал он на греческом языке. Конечно же, он был еврей, и все его симпатии, и все его богословие, все его взгляды, они вот как бы изнутри вот этого еврейского сопротивления идут изнутри той верности, о которой, прежде всего, говорится в этих книгах. И начинается эта третья макавейская книга очень внезапно. Так внезапно, что большинство ученых считают, что было еще какое-то начало, которое утрачено. По всей видимости, вот буквально с полфразы начинается эта книга, по всей видимости, какая-то была часть текста, которая утрачена, которая до нас не дошла. И вот сразу же, буквально вот как будто с запятой, начинается рассказ о битве. О какой битве? О битве между Птоломием, то есть представителем династии Птоломиев и представителем династии Селевкидов. Как мы помним, Великая империя Александра Македонского разделилась после его смерти на разные части. И прежде всего, это Египет с Птоломием во главе и Сирия с Селевкидами во главе. И вот они, эти две огромные части империи, борются друг с другом за территорию, за влияние, за власть. И вот с одной из таких битв начинается рассказ третьей макавейской книги. Итак, третья макавейская книга. Первая глава. Читаем как будто бы что-то было еще до этого. Тогда Филопатр, узнав от возвратившихся, что подвластные ему земли захватил Антиох, отдал всем силам, пешим иконам, приказ выступить и, взяв с собой сестру Арсеною, двинулся по направлению Крафии, где разбили стан люди Антиоха. Какие-то возвратившиеся, кто их послал, откуда они возвратились, почему, об этом мы ничего не знаем, потому что вот не хватает, видимо, этой части текста. Но знаем мы о том, что речь идет о противостоянии между Птоломеем по имени Филопатр и Антиохом, Антиохом III, по всей видимости. «Некий Феодот, задумав исполнить свой замысел, взял лучших Птоломеевых воинов, данных ранее ему в подчинение, и ночью пробрался к шатру Птоломея, чтобы самому убить его и тем положить конец войне». То есть предатель, который хочет убить своего царя, Птоломея, и для того, чтобы предотвратить войну, предотвратить кровопролитие, но и, по всей видимости, выслужиться перед противником Птоломея, перед Антиохом. «Однако царя увел прочь Досифей, которого звали сыном Дремила, родом Иудей, впоследствии он, впрочем, отверг законы и отрекся от веры отцов. В шатре он поместил какого-то незначительного человека, которому выпало принять кару, предназначавшуюся Птоломею». То есть заговор, попытка убить собственного правителя. И кто-то, кто узнал об этом заговоре, некий Иудей, который потом стал предателем как раз своих отеческих законов и веры, вот он предотвращает убийство царя, вместо царя кладет туда какого-то другого человека, которого убили вместо царя, и тем самым сорвать битву не получилось. «Когда же завязалась ожесточенная битва и перевед в силах оказался на стороне Антиоха, тут-то и явилась Арсеноя. Распустив пряди, волос, плачем и слезами, она стала обходить войска, горячо призывая их храбро сражаться, чтобы защитить самих себя, своих детей и жен, и обещая в случае победы выдать каждому по две мины золота. И вышло так, что в рукопашной противников разбили, а многих в плен захватили». Вот более слабая по численности войско Птоломея выигрывает благодаря тому воодушевлению, которое принесла с собой вот эта девушка Арсеноя. Это, может быть, не случайно, автор обо всем этом упоминает, может быть, вот ему важно уже ввести вот эту линию, самую главную для всех маковейских книг, что воодушевление, уверенность, верность больше, чем численное превосходство или чем сила более мощного оружия. Слабая девушка вдохновила войско таким образом, что она победила. Справившись со злоумышленниками, Филопатр решил совершить поездку по ближайшим городам, чтобы ободрить их жителей. То есть победитель, Птоломей, он объезжает свои владения, чтобы его поприветствовали, чтобы подчеркнуть свою власть, свое господство над этими землями. Сделав это и раздав дары по святилищам, он нашел своим подданным спокойствие. То есть он объезжает разные города, веси, деревни, и там, где находятся какие-то святилища, естественно, это языческие храмы, он оставляет там пожертвования, участвует, может быть, где-то в богослужениях, в этих языческих храмах. И люди спокойны, что у них есть царь, что пока вот есть результат в этой кровопролитной войне между Птоломейами и Селивкидами. И на данный момент война окончена. «Когда иудеи направили к нему послов от Совета и от Старейшин, чтобы приветствовать его, принести дары дружбы и поздравить с происшедшим, оказалось, что он сам желает прибыть к ним как можно скорее. Среди всех территорий есть и Израиль, есть и Александрийские иудеи, которых довольно много, то есть те иудеи, которые проживают в Египте. И вот иудеи тоже приветствуют царя-победителя. Но он говорит, я сам хочу приехать к вам и оказаться там, где центр иудейства в Иерусалиме. И вот, приехав в Иерусалим, он принес жертву величайшему Богу. Он воздал ему благодарность и исполнил то, что приличествовало месту. А когда оказался вместе, то был потрясен величием и благолепием». О каком месте идет речь? Конечно же, это иерусалимский храм. Подобно тому, как он оставлял пожертвования, принимал участие в каких-то обрядах, совершаемых языческим храмом. Подобно этому он отнесся и к Иерусалимскому храму. Но это совсем другой храм. Это храм единого истинного Бога. Это не просто одно из многих языческих капищ, а это уникальный храм, неповторимый, подобному которому нет больше на земле. Храм, посвященный истинному Богу. Здесь из почтения, из благоговения перед святостью храма, он называется даже вот так, как бы несколько отрешенно, чтобы даже само название этого храма не произносить в суе, зря, как вот имя Божие нельзя произносить в суе, так даже и само название храма не произносится, а заменяется другим словом «место». И вот он прибывает в Иерусалим, приносит пожертвования в месте, в Иерусалимском храме, и исполняет то, что приличествовало месту. И когда оказался в месте, то был потрясен величием и боголепием. Он был поражен тем, как храм прекрасно устроен, и в душе его зародилось желание войти внутрь святилища. Ну, тут он похож на какого-то путешественника, который вот прибывает в какую-то другую, далекую, неизвестную страну, и, конечно, хочет увидеть главные достопримечательности. Вот Филопатр прибыл в Иерусалим, и главной достопримечательностью Иерусалима, конечно, является храм. И ему хочется осмотреть. Он потрясен, он впечатлен красотой храма. И ему хочется осмотреть храм внимательно, чтобы мы экскурсию провели по всем местам внутри храма. Но вот это невозможно. Почему? Потому что он язычник, не может язычник войти внутрь храма. Есть двор при храме, на котором может язычник находиться, помолиться, и какие-то свои пожертвования принести, находясь в этом дворе, может. Но дальше пройти не может, будь он даже и царь, потому что это оскверняет храм. В храме есть святое, и есть святое святых. То есть самая великая часть храма, такое особое, сакральное пространство, куда не только язычник, но даже и иудей, даже и священник не может войти. Только первосвященник раз в год входит в святая святых для совершения окождения. И вот царю сказали, что это никак невозможно, потому что из народа входить туда никому не позволено, и даже никому из священников, кроме одного только первосвященника, возглавлявшего их всех, да и ему лишь раз в году. То есть так царю сказали, что это невозможно. Ты язычник, и поэтому ты не можешь войти. Только первосвященник раз в год входит в святая святых. Но это его немало не убедило. Ему прочитали закон, но он и тогда не отступился, настаивая на том, что ему нужно войти, и повторяя, даже если их этой чести лишают, меня нельзя. Ну, если кому-то из народа вот такие у вас там какие-то собственные установления, законы, что кому-то нельзя входить в храм святого святых, меня-то это не касается. Я царь, я властелин огромной империи, и мне куда-то запрещают войти, да как это может быть? Вот примерно так, видимо, размышлял Филопатр. И допытывался, почему это, когда он входил в какое угодно святилище, никто из присутствующих ему не препятствовал. Всюду, где он был, во все города, где он пребывал, ему, конечно, распахивали все двери перед ним. Конечно, его встречали, падая перед ним ниц, и не было никаких запретных мест, куда ему нельзя было бы войти. В каждом храме, в каждом языческом святилище он мог войти в любое помещение. А тут почему-то нельзя. Что это такое? И вот тут кто-то опрометчиво сказал, что это еще ничего не знаменует. Раз по какой-то причине это так бывало, мол, царь, почему бы мне не войти? Хотят они этого или нет? Кто-то из народа, там находившемуся, говорит, ну и что, что тебя пускали в языческие храмы? Это не имеет отношения к этому делу. Здесь храм истинного Бога. Сюда может войти только верный, а в святое святых только первосвященник и только раз в году. Почему мне не войти? Не удумевает царь. Вот как бы накаляется обстановка, накаляется конфликт. И тогда священники в полном облачении пали ниц и стали молить величайшего Бога, защитить от напасти, сдержать порыв, устремленный козлу, и наполнили храм воплями и плачем. Народ молится, священники молятся. Чтобы Бог сам разрешил бы эту ситуацию. Те, кто оставался в городе, в смятении повыскакивали из домов, гадая о том, что случилось. И девицы, сидевшие в запертии в своих покоях, выбежали вместе с родительницами, посыпав волосы пеплом, стали наполнять улицы рыданиями и стонами. Даже те, кого еще вчера нарядили невестами, оставив и брачный чертог, убранный для встречи с женихом и подобающий стыд, стали беспорядочно метаться по городу. Новорожденных детей, матери и их кормилицы бросали без присмотра, где придется, одни дома, другие на улице, и собирались в всевысочайший храм. И все, кто собрался там, молились, каждый по-своему, чтобы защититься им от нечестивых посягательств царя. Казалось бы, какая-то достаточно незначительная вещь. Но вот первосвященники, священники, первосвященник, священники не дают царю войти в храм. Оказывается, это касается всего народа. Потому что и запретить ему нельзя. Он же царь, он пришел с войском, он разгневается, и неизвестно, какие последствия будут для Иерусалима, для жителей Иерусалима. И разрешить ему нельзя, потому что это святой храм. Место присутствия славы Божьей. Не может язычник войти туда. Это осквернение, это невозможно. Это запрещено отеческими законами. Как быть? И вот весь народ смятения. И девушки, которые уже готовились к свадьбе, которые должны были прятаться по своим комнатам, им нельзя было выходить, вышли на улицу, и матери, кормилицы, забыли о собственных детях, потому что происходит что-то гораздо более важное, чем даже забота о собственном дитя. И вот все собираются у храма. Все, кто собрался, там молились, каждый по-своему, чтобы защитить всем от нечестивых посягательств царя. Среди них были и смельчаки, и с горожан. Они не могли стерпеть, что дело он завершить грозится, и замысел свой исполнить стремится. И начали кричать, что нужно браться за оружие, храбро погибнуть за отеческий закон. И вместе разбушевались такие страсти, что почтенные люди и старейшины едва удерживали этих людей, и они снова заняли свое место среди молящихся. А тем временем большинство, как и прежде, оставалось там, продолжая молиться. То есть, все люди собрались в храм, царь подходит к царю, желая вступить в этот храм. Что же будет? Старейшины, окружившие царя, всячески пытались отвлечь надменные его умы от задуманного дела. Но он в дерзком порыве их всех от себя прогнал и уже двинулся ко храму, решив довести до конца то, о чем говорилось выше. Глядя на это, даже его свита стала вместе с нашими призывать того, кто обладает всей властью, предотвратить угрозу, не допустившего преступного и дерзкого деяния. Вот здесь мы видим, с кем себя ассоциирует автор третьей макавейской книги наши, то есть все те, кто собрались у храма, молясь Богу о том, чтобы Господь не допустил осквернение храма. Он как бы один из них, потому что он один из народа Божьего, хотя он пишет спустя сто или даже сто с небольшим лет. Вот эти люди, это для него наши. Очень драматическая ситуация, священники молятся, толпа народу собирается вокруг храма, царь подходит, уже даже свои собственные приближенные, свита царя говорят ему, да не надо тебе туда входить, зачем ты это задумал. Он идет, народ рыдает, плачет. Беспрестанные, надрывные вопли толпы сливались воедино в оглушительный крик. Могло показаться, что не только люди, но и стены, весь пол гудит, будто все и вся предпочли в то время смерть, осквернению места. То есть, очень высокие ставки, так сказать, в этой ситуации. Вполне возможно, что если царя сейчас начать удерживать, не дать ему войти, то, может быть, будет и смерть, может быть, будет разорен Иерусалим и жестоко наказаны его жители, так как в духе того времени происходило часто. Но вот они стоят, молятся, кричат, взывают к небу, царь двигается в сторону храма. И вот на этом заканчивается первая глава Третьей Маковейской книги. А вот как будут развиваться события, мы узнаем дальше из следующих глав Третьей Маковейской книги. Читали мы эту книгу в переводе Брагинской и Шмайной Великановой для библейского портала Экзегет. Третьей Маковейской книги. Субтитры создавал DimaTorzok